Я хотела найти вино здесь купить себе, но я его не найду. Вот смотри, грузинское. Видишь, что лица? Грузия, это Испания. Вот как будем сейчас искать. Это Испанское. А это Грузия. Милороссия, Крым, Кавказ, Франция. И Степа. Вот Грузия. Монтерн-барауин. Давай. Сколько оно стоит? Они разные. Есть 548. Вот, Кинзмараули. Красная, полусладкая. Есть тоже вот урожай 2017 года. 548. Кинзмараули. Этот взять, да? Да, остальные. Держи, давай проверим. Может еще. Степа. Вон еще Кинзмараули какая красивая. 516. 564 рубля. Есть на Париуле, есть в Кинзмараули. А Хванчкара есть? Хванчкара. Давай посмотрим. А то подойдут какие-нибудь праздники. Папа пойдет себе конец купит, а я буду искать Кинзмараули в пятерочке. Так, это как-то грузин. Все, подойди, а. Не надо грузинские вина. Мне нравится. Давай вот эту вот я возьму. Кинзмараули. Грузинское вино. Поехали. Слушай, а Мартини, наверное, с другой стороны, да, Лена? Поехали. Веси корзин. Все, мы пошли по винам уже. Я купила себе бутылку Кинзмараули. А тут еще какая-то вообще маленькая есть. 137, а я без вас за 799. Но в Ашане, в перекрестном, потом 1000 рублей стоит. То есть на 60 рублей дороже. В зависимости от литража еще, смотри. Вот литр, например. Вот пол-литра. 552, 599 в перекрестке. Здесь сейчас 939. 599 в перекрестке купила. Да, большую я купила за 799. А здесь она сколько? 937. Чин-чин какая-то есть еще, да? Ну, понимаем, суп сейчас выкупируете. Да, я себе купила Кинзмараули. Мне хватит. Пойдемте, давай, пойдемте. Ну как, нравится? А вот еще оранжевые. Нет, они только берем. Да они не берем только. Они сколько стоят? Не знаю. Пойдемте, все, все, хорошие очки, пошли. А вот здесь вот эти очки, смотри. Вот эти все. Ой, слушайте, очки неплохие. Ну и Степе только придут, посмотри. Ой, Степе хорошо. Все, добрались до очков. Возьмой себе очки, они недорогие. Ну-ка дай-ка мне еще другие очки. А у меня ледовые, смотри какие. Кучка же, качество такое хорошее. Обалдеть. Молодец. Хорошо мне? Вообще. О, я ей, наверное, такие фаскуночки. Все напали на очки. Одни, две. Одни, две. Надо взять. А какие у вас у нас? Не знаю. Штука болтается. Такое слово выгодно. Вот, ну, там, смотри, припалу. Вот, перец красный пошел. Сейчас я поставлю сюда. Не мешала мне, девушка. Вот сладкая паприка. Вот, сладкая паприка. А вот, мол, за 30 рублей. Красный, сладкий. Это перец. А надо что? Паприка. Это ж не одно тоже? Нет. Перец вот такой. А этот такой длинный, скручковый. Длинный, скручковый. Перец красный, сладкий. Паприка молотый. Держи. А, я возьму. Так. Держи, а почему... А, это Каенский. Теперь смотри этот... Реже, как называется. Куркума. Возьми чипсы, если хочешь, пожалуйста. Вот перец красный, острый, молотый. Острый. А это красный. А я хочу уже домой. Перец. А есть слово... Отличается паприка, понимаешь? Молод. Паприка молотая, красный, сладкий перец. Красный, сладкий перец. Так, нам нужна куркума. Куркума. Заспорили маленько. Нашла куркуму? Нет, я знакома у вас была. А вот эта подойдет? Так, куркума. Пойду я тут куркуму поищу. Куркума желтая. Вот такая. Вот куркума. Вот куркума, но она есть. Каждый день. Вот ее можно взять. Вот это куркума. Это я возьму, две пачки. Вот она куркума. Сколько на 9 рублей. Милое дело. Такие вот приправы есть. Вот петрушка есть по 5 рублей. Надо взять. Что тут еще есть. Вот и третий есть по 5 рублей. Сейчас я возьму. Это штуком пламена каждый день. Так, перец красный. Подсветки вообще обалденные. Это же что у нас? Это все марксистская или таганская? Таганская. Вот Матрона. Слушай, я не узнала. Слушай, я не узнала. Слушайте, Матрона. Матронушка. Я у тебя у Матроны. А, где тут вообще кофе? Стоит, идет по дороге. Какой-то. Дед-то? Ага. Вот, слушай, куда он? А он спудит, это. Дед, побирается он. Не, он милостыню просит. Покровская гостиница. Вообще, Москва, она красивая вечером. Дома какие. Ау. Пришли в другой Ашан, который очень близко от нашего дома. Здесь то же самое. Не надо ехать на автобусе, на трамвае. Те же самые полуфабрикаты. Заморозки различные. Рыба есть. Какая-то вкусная. Рыба у них продается замороженная. Я Косте пару раз покупала куриную. Пипец вкусная. Она такая, с овощами. Давай я пацанам возьму. Вот ее, он ее доставал, в микроновке ее закрывал. Это пипец. А Степа есть такую, нет? Нет, Степа не ест. Он просто отдалит тебе, что очень вкусная. Ну сейчас, может, тут что, потом перекресток, еще что-то. А у нас такая же в том, Жаня. Пойдем теперь в обратно? Сейчас, сейчас. Так, вот тоже блинчики здесь есть. И с этим, с джемом, с творогом, с мясом. И цена, смотри. Смотри, а если вот чебурек с мясом может, видишь, 13.80 штучка стоит. Даже если ты хочешь 3 штуки брать, слышишь, это будет 39, 40. Те же самые, тут еще коробка. Так, это... Тешевле, чем в коробке брать. Там коробки 48. Вот такие вот набрать, и они будут, это. А вот еще мы брали эти. Ну тут дороговаты они, сырники. Вон вареники есть с вишней. Пошли, ну. Пошли, ну. Пошли, сейчас, сейчас. Все, короче, мы обследовали Ашан. Ну-ка, что здесь еще у нас? Мам, пойдем, пожалуйста. Нам еще магазин взять. Слушай, давай мне горкингинер денег купить. Ну, ко мне что-то подозрить, потому что она дешевая, 207 рублей. Да? Как бы не было там что-то там. Подвоха. Слушай, мартини нету, да? Есть, мартини маленькая бутылочка. Мартини тут дороговато. Пойдем, сейчас иду. Так, кинзмараоли не видать мою. Так, кинзмараоли нету. Так, водку мы не пьем. Пошли, моя, пожалуйста. Все, меня зовут. Меня зовут. У меня новые очки. Хожу в очках, даже когда сейчас темно, я иду в очках, чтобы вам показать. Мы ходили рядом у нас Ашан, еще есть один. Не, не, не царапаю. Я считаю, что я царапаю. Вот. И мы ходили, смотрели продукты. Продукты, которые есть, которые мы купили сегодня в другом Ашане. Ездили, да, на трамвае. Так вот, то же самое рядом с домом можно купить и здесь. Есть полуфабрикаты. Мы брали чебуреки уже готовые, замороженные. Блинчики с мясом. Это авто Ашане. Но можно купить и здесь. Теперь мы будем, если что, можно сюда ходить. Мы сейчас идем в другой магазин. Перекресток. Я вчера купила в Степе два кокоса. Взяла. Мы их открыли, расколотили. Они черные, сгнили вообще. Ну, протухшие, гнилые. И мы сейчас идем в магазин, чтобы нам поменяли эти кокосы. Или сделали возврат денег. Чека у нас нет. Но все равно идем в магазин. Покажем этот гнилой товар, который мы вчера купили. Может быть, даже придется поскандалить. Поскандалить. За 100 рублей я буду грызть глотку продавцу. А что, 100 рублей это деньги? Конечно. Как же так? Я не намерена дарить сотенку. Очки, конечно, мне очень нравятся. Ты сказала, за сколько ты их купила? А что говорить? За сколько я их купила? Пойдем. Я их купила за 49 рублей. На них не написано, что они 49 рублей. Но это я вам говорю по секрету. Я купила их за 49 рублей. А ченьки выглядят даже очень, даже стильно. Пришли за арбузом. Перепросто. Катя выбирает арбуз. Ты видела на такой? Ну, я думаю, ужасный. Не надо его брать. Надо брать нормальный арбузик. Может, и большой не надо брать. Этот гнилой. Большой не надо брать. Вот этот, наверное, неплохой. Вот этот? Нет. Вот. Он тут, рядом к тебе. Этот торпеда. Зачем торпеда? Вот этот, наверное, неплохой. Какой? Вот этот вот. Этот неплохой, да. Мне кажется, он хорош. Он большой, он не сухой. Не сухой? На нём, наверное, сидели, пока он просит. На этом? Дай, сладкий. Ну, давай его возьмём. Маленький. Надо попросить, тут есть рабочий, по-кому. Вот, хороший рабочий. Вот этот? Да. Вот этот очень сладкий. Видишь, какая сухая она у него, смотри. Подрогай. Хвостик сухой. Ну, я понимаю. Хорошая? Да. Взяли. 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 Вот сколько он? А? Ну, это 59. Да. Ну, побали. Пошли. Разбираться. Пошли разбираться с кокосами. Купили мороз. Огромянный. Ну, взял огроменный. Не, ну, большой, что говорить. 7 килограмм. Поменяли мы змеиные кокосы. Такие благородные, да? Но я сама нечу. У меня на работе начальник спросил, говорит, Татьяна, говорит, вы попадаете под пенсионный указ, возраст, новый закон, 63 года. Я говорю, да, попадаю. Хотя на самом деле я же на пенсии. Там же, они же даже не могут подумать, что я на пенсии. Вот. И поэтому и начальник у меня вот спросил на работе, говорит, вы же тоже попали под новый закон пенсионный? Вы же, говорит, тоже попали под новый закон пенсионный, 63 года. Я говорю, да, я тоже говорю, иду вот по новому закону в 63 года. То есть, для меня это было комплиментом, что я, в принципе, для них не на пенсии. Я для них не пенсионерка. Я считаю, это тоже хорошая оценка для меня. Ладно, короче, сама себя похвалила. Пойду есть арбуз. Ну-ка. Что-то не то. Почему? Видишь, уже лопнул здесь. Краснилась. Без косточек. Ой, без косточек. Вообще без косточек. Ну-ка, Степа, снимай, пробуй. Давай еще косточек. Давай, Степа, снимай. Ой, как повезло, как в одном видео. М-м-м, сладкие. Вообще, пап, посними пробу. Арбуз без косточек. Ну что? Без косточек арбуз, представляете? Ну как, Игорь, сладкие? Кстати, такие арбузы очень вкусные и редкие. А были какие длинные еще, да? Вот такие длинные, вот такие колбаса вот такие лежат. Видишь, он прямо, это, убери лапкой. Ты толстый не режь слишком, он тяжело укусает по помощи. Я же, видишь, снимаю арбуз. Что за фильм такой интересный будет? Кракорил Данди. Я буду устроить арбузы. Нормально? Ну все. Едим. Ну что? Вообще косточек нету, да? Вообще нет. Там какие-то беленькие. Сок вот такой. Смотри. Надо же, да? Это Максу написать, Максу. Про вкуснее, чем втираешь, угодно. Да? Мам. Мам, я смотрю одно видео про Макса. Он снимал всякие прикольные картинки. Вкусные. И косточки. Он показал картинку. Арбуз без косточек. И я хочу реально ему написать. Написать. Да? Да. Такое душевненькое поглощение арбуза. Я ему напишу. Макс, я сегодня сидел дома. Моя мама с бабушкой пришли и купили случайный арбуз без косточек. Властно, да? Макс. Продолжение следует...